Это история о военных скелетах. Лайт Старф силой владеет непобедимой. Сталин парит в небесах над врагами. Гримскал сражается в мире теней. Дарко стреляет в села Чапикун. Идет битва за Легион Света. Войны, скелеты. Мужество, интеллект, решительность. Без этого не была выиграна ни одна битва. Но когда эти качества обретает не тот человек, могут ли они стать в его руках орудиями войны? Перегрузка. Автор сценария Сьюзен Телкингтон. Продюсер Виктор Делчилин. Редактор сюжета Джулия Джин Ливолт. Создатель сюжета Гэри Годдард. Осторожней с этим, вы идиоты. Скорее! Если этот эксперимент пройдет успешно, углы должны будут быть выставлены точно. Если, дорогой доктор, вы говорите мне, что возможность того, что это все потерпит неудачу, существует? Барон, это же все экспериментально. Так много возможностей, и так трудно все проконтролировать. Все, что меня волнует, это успех. Теперь скажите мне, мы готовы? Мы готовы. Теперь! За Легион Света! А сколько именно времени необходимо для того, чтобы все четыре рефлектора заработали? Скоро. Сейчас, вообще-то. И тогда? Поднимайте тревогу. Обеспечьте безопасность холма. Мой кристалл! Фиберн! Мы должны спасти мой кристалл! Продолжение следует... Еще разок. Это для тебя, принцесса. Это золотой лидер. Все возвращаются в базовый лагерь. Повторяю, все возвращаются в базовый лагерь. Скорее. Гора может снова взорваться в любую минуту. Повторяю, гора может снова взорваться в любую минуту. Барон Дарк жертвует своими собственными войнами, чтобы не подпускать нас к кристаллу. А наши люди? Сканеры засекли всех, кроме одного. Я собираюсь вернуться. Нет, мы не можем вернуться за кристаллом. Вся эта гора скоро взорвется. Возвращайся в базовый лагерь. Я поручаю опекуну организовать поисковую партию за нашими пропавшими членами, как только стемнеет. Нет, я начну сейчас. Я сказал, мы вышли в поисковую группу, когда стемнеет. А я сказал, что начну искать сейчас. Это Таллин. Она пропала. Переместите эти рефлекторы и уберите нас с этой горы. Никаких повреждений. Структурная целостность вашей половины кристалла сохранена. А когда рефлекторы будут включены... Ну, по теории, возросшая энергия повысит его мощность. Процесс самоуничтожения будет начать через 20 секунд. А энергии будет достаточно, чтобы заменить половину, которая по-прежнему в руках Легиона Света. Согласно моим подсчетам, 15 секунд до самоуничтожения. Превосходно, доктор. Мне нужна эта энергия. Конечно, мой повелитель. Теперь, прошу вас, я вынужден настаивать на нашей эвакуации. Да. Что ж, как бы там ни было. До самоуничтожения. 5, 4, 3, 2, 1. Начинаю с самоуничтожения. 5, 4, 3, 2, 1. Мои глаза. Я почти ничего не вижу. Ладно. Ладно. Хорошо. Без паники. Серафина, нет! Осторожнее. Серафина. Спасибо тебе, дорогая. Моя девочка. Ладно. Лучше нам выбираться отсюда, а то Лайтстар и Гримскал подумают, что мы попали в какую-нибудь передрягу. Ты лети. Со мной все будет хорошо. Ты должна полететь и найти моих братьев. Давай. Счастливого полета. Кэмпбелл, вы с Томасом организуете два эскадрона, чтобы прочесать восточный квадрат. Мы должны схватить барона Дарка, прежде чем снова развернёт свою операцию. Дарк может быть здесь где угодно. Даже со всеми оставшимися для этих целей людьми не так просто его найти. А как же, Таллин? Я сказал, со всеми оставшимися. И ты будешь очень занят занимаясь поисками нашей сестры. Спасибо, Джастин. Я знаю, что ты бы и сам пошёл. Хорошо, все снимаемся. Продолжайте искать, вы дураки. Принцесса Бесталанная должна быть где-то здесь. Хоть раз барон будет благодарен нам за маленькое проявление инициативы. Ну да, я всё ещё выговариваю грязь из своих суставов. Мне не нравится, что надо мной ещё сейчас гора взорвётся. А ты бы хотел лучше свалиться на её вершину? Я уверена, что барон будет счастлив оказать тебе такую услугу. Да. Если спросишь меня, эти индикаторы пульса ничего не засекают. Я видел, как она падала. Это было очень красиво. Тогда ищи что-нибудь по-настоящему, уродское. Давай. Эй, смотрите. Разве это не королевская птичка? Сейчас паук поймает беспомощную муку. Она не может быть далеко. Может, я не могу заметить появление воинов-скелетов. Так, может быть, я смогу услышать их. В моём секторе её следов нет. Они прямо передо мной. Ищи дальше. Она не могла растаять в воздухе. Терпение, прошу вас, барон. Эта технология по-прежнему ещё в высшей степени экспериментальна. Экспериментально? Посмотри на нас, Киборн. Здесь всё экспериментально. С достаточной энергией всё возможно. Где я? Холодный воздух. Каменный пол. Должна быть какая-нибудь пещера. Надеюсь, что дома никого нет. Вода. Найти воду. Пить хочется. Найти воды. Восстановить защитные силы. Смотрите, я что-то обнаружил. Я поймал пульс. Оттуда. Это должно быть Таллин. Ага, ложная тревога. Здесь никого нет. Стой, стой. Прекрати. Хватит. Даггер, успокойся. Нам нужно продолжать. Есть новости от Таллин? Нет. Но Гримскол сообщит, если что-нибудь найдёт. Что ж, тогда нам лучше сконцентрироваться на том, что замышляет барон. Я почему-то уверен, что это серьёзно. Я боюсь, что он пытается... Ну, за неимением лучшего определения, сверхзагрузить свою половину кристалла. Но это же безумие. Слишком большая энергия, и его половина кристалла разрушится или даже взорвётся. Но, согласно моей модели, всего немного, и его половина сможет стать настолько же мощной, как целый кристалл. И мы в больших опасностях. Опекун, я тебя теряю. Повтори. Лайтстарр, я не слышу тебя. Кристалл. Дарк, ты идиот. Ты опасный, опасный дурак. Где вы? Принесли мне какие-нибудь королевские останки? Ну, барон, господин, похоже на то, в этих лесах так много деревьев, и что в этом месте большое, а такое маленькое, на кусочке, которое должно быть... Да что такое с этим передатчиком? Господин, это кристалл. Чем больше энергии мы подадим на него, тем сильнее будут генерироваться помехи. Как мне досаждает эта статика. Итак, вернемся к более важной работе. Ну-с, киборн, долго еще? Скоро, барон, скоро рефлектор будет подключен. Обещание всесильного оружия заставляет забыть маленькие неприятности жизни. А киборн? Что скажешь? О, отлично. Я не вижу и приближения, а теперь я еще и не услышу их. Если у меня будут еще какие-нибудь неожиданные гости, у меня у самой случится несколько неожиданностей. Опекун! Опекун, я ничего не слышу! Серафина! Опекун, где Таллин? Она здесь? Нет. Серафина прилетела недавно. Одна. А что Гриммсталл? Ни слова от него. И нам тоже трудно общаться. Эта сумасшедшая схема кристалла Барона Дарка разбивает все передачи. Ты хочешь сказать, что Гриммсталл и Таллин оба отрезаны от нас? Я рада, что тебе нравится. Я уверена, что Барон с удовольствием разделит с нами юмор этой ситуации, если эти фейерверки не спалят ее королевское высочество. Так, так, так. Похоже, что кто-то беспокоится о сестренке. База, База, ты слышишь меня? База, опекун, ты слышишь меня? Вероятно, нет. Но я слышу. За Легион Электрических Лампочек. Поехали вниз. Прекрасно. Будем играть по-твоему. Не забывай писать. Потерял меня, принц. Ищешь, ищешь, не найдешь, значит скоро ты помрешь. Я так не думаю. Хорошо, сестра. Ты должна быть где-то здесь. Это плохо. Мы потеряли все контакты с поисковой группой. Да, хватит с меня этой некомпетентности включить рефлекторы сейчас же. Я закончу эту работу сам. И помните, ваши рации работать не будут. Там вы будете предоставлены сами себе, так что поступайте по своему разумению. Поняли? Да. Лайтстар. Лайтстар. Я должен поговорить с тобой, это важно. Лайтстар. Теперь есть только один способ остановить барона Дарка. Я знаю. Мы уже вылетаем, чтобы вывести из строя стальные рефлекторы. Нет, этого недостаточно. Дарк просто найдет еще больше рефлекторов и будет ждать следующего солнечного дня. Так, что же ты предлагаешь? Единственный способ остановить барона Дарка на его пути к цели, это перегрузить кристалл энергии, коренным образом изменив всю его структуру. Когда барон Дарк не сможет усилить его для того, чтобы он служил его целям. Именно. Но это нам тоже может чего-то стоить. Нет никакой гарантии, что когда, предположительно, мы вернем его половину кристалла себе, она сможет воссоединиться с нашей успешно. И это беспокоит меня больше всего. Если ты сможешь зарядить рефлекторы достаточным уровнем энергии, кристалл будет перегружен, его структура изменится, а это вызовет взрыв, который уничтожит всю округу. Мы сможем вовремя эвакуировать лагерь, но... Таллин и Гримскол, они все еще там. Если мои подсчеты верны, у нас есть меньше часа до того, как кристалл достигнет максимального уровня энергии. После этого ничто не сможет остановить барона Дарка. Начинай эвакуировать базовый лагерь, опекун. Когда все будет освобождено, я займусь рефлектором. Как пожелаешь, Лайтстар. Таллин. Гримскол, скорее. Таллин. Гримскол? Это ты? Кто же еще? Какое милое приветствие, сестра. Я рад, что ты промахнулась. Обычно ты не промахиваешься. У меня небольшие проблемы со зрением. Таллин. Нет, нет, со мной все будет в порядке. Мне уже лучше. Постепенно. Тогда давай, я уведу тебя отсюда. Осторожно. Мы подняли весь лагерь. Зона будет освобождена через пять минут. Остается десять минут на то, чтобы перегрузить кристалл. Что-нибудь есть от Таллина Гримскола? Нет, ничего. Они не успеют вернуться, когда я сделаю это. Тогда они поймут. Я не уверен, что я понимаю. Серафина, прости меня. Но я не знаю, где Таллин. Я не могу вызвать ее по рации. А ты можешь. Серафина. Мы вышли в Серафину с записанной микросхемой, и, может быть, мы сможем им передать, чтобы они ушли оттуда вовремя. Джастин. Это выстрел наугад. Мой любимый вид идей. За Легион Света. И за мою семью. Появление неприятеля. Обеспечьте безопасность Южного Сектора. Отвечайте. Это же простой домашний голубь. Продолжение следует... О, нет, только не я. А ну, держись, красавчик, не морщись. Похоже, это произвело на нее эффект. Немедленно, любыми силами, покиньте эту зону. Повторяю, немедленно покиньте эту зону. У Серафины все прекрасно получилось. Пошли. Уходите так скоро. Я не хочу и слышать об этом. Нет, нет. Хватит. Слишком много энергии. Слишком много. О, это так мило. Так удобно. Два по цене одного. Серафина, нет. Она молодец. Пошли. Взрыв. Твои глаза должны немного отдохнуть, Таллин. Поморгай несколько раз и медленно открой. Таллин. Таллин, ты видишь нас? Да. И ничто еще в моей жизни не выглядело так хорошо. Когда вы смотрите на тех, кто может представлять для вас угрозу, оглядываетесь ли вы и на тех, кто обеспечил вас оружием победы? А что, если вы обратите свой взгляд внутрь себя? Что вы там обнаружите? Исполнительные продюсеры Гарри Годдард и Степани Грациану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова